Варгейминг Обожаю эту картинку, на самом деле. Варгейминг первого ее показал. Прям то, что надо. Ребята, реально просто. Здесь есть все. Здесь есть и пожары, и котик, и оленя. Прям вообще огонь. Итак, добрый вечер. Меня зовут Ващила Юрий. Я Java Team Lead в команде DeFinance. Возглавляю команду, которая занимается корными решениями для нашей компании в сфере Fintech. Что мы делаем? На самом деле у нас 6 стран. На этих 6 странах у нас 10 проектов запущенных. Все, действительно, в сфере кредитования. Где-то в месяц мы получаем 1 миллион заявок. На всех, конечно, странах. Не на одной. На всех странах мы в сумме получаем 1 миллион заявок, из которых потом превращается в 10 тысяч кредитов. То есть, сорян, 100. 100 тысяч кредитов. Вот. То есть 100 тысяч кредитов в месяц мы выдаем постоянно. Этих 100 тысяч кредитов превращаются на самом деле в 30 миллионов долларов. То есть, если так посчитаем, что если бы мы выдавали полностью всем, то выдавали бы в месяц 300 миллионов долларов. И тут самая интересная вещь, что нужна какая-то система, которая была бы на страже всех заявок и говорила, что вот это реально хорошие чуваки, и мы им отдадим деньги. И они нам их вернут. Самое главное, они нам вернут их. А вот это, ну, в принципе, тоже неплохие ребята, но они могут нам не вернуть, а вот эти вообще не вернут. И вот эта система, она берет, анализирует кучу-кучу-кучу данных. Нет, естественно, онлайн, без участия человека. И в конце говорит, да, нет, ну и возможно. Если возможно, то тогда подключаются верификаторы, которые звонят людям и уточняют их данные для того, чтобы все-таки решить, стоит давать деньги этому человеку или все-таки не стоит. Вот. И что же самое интересное, что у нас система такая и была. Она была в самом начале нашей компании. И она, ну, если не самая важная, то одна из трех самых важных систем, которая отличает нас от банков. Потому как банки, если брали кредит, то, знаете, вы оставляете кучу-кучу заявок. Они там, не знаю, неделями, может, днями точно что-то делают, а только потом звонят, говорят, приходите, забирайте деньги. Мы так не можем. Мы должны делать это быстрее, намного быстрее. И более того, так как онлайн-кредитование получилось, ну, развивается совершенно недавно, то получается, что первое, куда идут люди, они идут в банк. А потом, если там не получилось, то они приходят к нам. То есть у нас уже срез таких людей, которые, в принципе, банки отказали. То есть наша кредитная политика, которую мы делаем, должна быть лучше. Потому что если банки им отказали, то, наверное, были какие-то у них причины на отказ. И поэтому из вот этого водоворота нужно выбрать тех, которым мы готовы дать займ. Система такая работала, но решили, надо ее трефакторить. Вот. И тут возникает вопрос, в принципе, который возникает у всех людей, которые хотят заниматься рефакторингом. То есть зачем на самом деле делать рефакторинг? То есть какие причины у программистов зайти в код и изменить его? То есть вот первая причина – код должен быть красивым, да? А неправда. Код не должен быть красивым. Код должен работать. Поэтому это, сразу вам говорю, это не причина рефакторинга. Технологии устарели – это тоже не причина рефакторинга. Да, нам всем классно было бы работать с новейшими технологиями. Там реактивность, котлин, игру, скалы, я не знаю, какой-нибудь еще новый язык выйдет. Мы его тоже возьмем. Но это реально не повод. Это вообще не повод. Не хватает тестов. Вы говорите, да, там, вот код он есть, он работает, но если я что-то внесу, там все поломается. Да, вот причина, что все поломается – это повод для рефакторинга. А то, что у вас не хватает покрытия тестами в проектах – это не причина рефакторинга, опять же. Ну и такая последняя, что мы не следуем новоманным архитектурам, допустим. У нас монолит, который написали 10 лет назад, не у нас, утрирую. 10 лет назад мы его не трогаем, пусть работает. Да, вот это правильно. Если вы говорите, давайте перебишем на микросервисе. А что вы получите? Ничего не получится, получится такую же систему, которая делает то же самое. Профита – ноль. Поэтому, зачем все-таки делать рефакторинг? Зачем мы это делали? Мы, на самом деле, когда вышли на рынок, у нас были страны СНГ, начинали со страны СНГ, а потом начали масштабироваться. И начали подключать все больше и больше стран. И начали тратить безумное количество ресурсов на доработку кредитных политик наших. Потому как реально такая тяжелая вещь, реально это был монолит. И вносили как доправки, поменяли две строчки. Раз, падение конверсии на 10%. Окей, падение, давайте что-то исправим. И начинаем править. Опять же, тестирование полностью монолита, доставка этого монолита занимает время. И в это время вы уже теряете деньги. Это плохо. Опять же, устойчивость, гибкость, доступность. Ну вот, доставка, доставка. Нужно доставлять все быстрее. Потому что мы как стартап начинали. И в принципе работаем до сих пор в таком режиме, что идея появилась, ее сделали. И как можно быстрее нужно доставить ее на продакшн. Потому как, во-первых, ее нужно отрабатывать. И, как правило, она что-то исправляет и делает что-то лучше. И поэтому вот это время мы теряем деньги. Или не зарабатываем их. Ну и последняя причина, когда надо делать рефакторинг. Команде больше нечего делать. Я не знаю, может у вас были такие случаи. У нас, к сожалению, нет. Но, чтобы люди не простаивали, как в армии, нужно, чтобы они чем-то занялись. И чтобы все выиграли, получается, с точки зрения бизнеса, получают хорошую систему от рефакторинга. А программисты поигрались и прокачали свои скиллы. Тоже классно. Так вот, начнем рефакторинг. Да, вы сказали, у нас есть система. Надо переписать. Надо переписать. Что мы делаем? Перешли в систему, открыли код, начинаем анализировать и искать проблемы. Когда вы нашли эти проблемы, потом расскажу, какие. Вы начинаете уже искать решения. Какие же проблемы могут быть? Как вы думаете, какие проблемы могут быть у кода, который создавался очень быстро, для того, чтобы выйти на рынок и просто проверить теорию? Отсутствие тестов, да. Но это не самое главное. Какая проблема самая главная? Вот честно говорю, у вас у каждого на проекте это было. Избыточность согласен. Но это второе место, первое место. Как? А что это? Не, ну это же Java. О чем вы? Спагетти. Спагетти код, правильно. На самом деле, в чем причина? То есть вы проверяете теорию, как стартапер, да? Вы выпускаете что-то на рынок, прям смотрите в консольку, смотрите на метрики, ага, не работает. Надо быстро, 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 быстро исправить. Никто не делает, когда быстро, там, красиво, да? Раз, перевязали там изолентой, хоп, есть, работает. Все счастливые, но дальше не переписываем, делаем другую фичу. Вот. Поэтому полный хаус-код, это нормально. Чуваки, это реально нормально. Просто пришло время, там, когда IT начал развиваться, все пытались там пробовать новые архитектурные решения, новые технологии и прочее. А когда проект растет, у него возраст, у него уже появляются болезни, у него начинает быть избыточный код. Разработчики, которые уже писали начало, могут работать другой компанией, никто не знает, как это работает. То есть это нормально. И здесь как раз-таки нужен рефакторинг. Так, что же мы делаем? Мы на самом деле смотрим, смотрим, смотрим на этот продукт, нашли спагетти, нашли избыточность, открыли даже логи на проде, увидели много эксепшенов, да? И что же делаем дальше? То есть код – это хорошо. И, опять же, он избыточен. И самое главное, кто знает, как это должно работать, это бизнес. Потому что проверка всех теорий была им, то есть мы как инструмент разработчики, мы сделали, поставили и посмотрели, как это работает. Они знают, как это должно работать. Поэтому приходим к бизнесу и спрашиваем, ребята, а чего же вы хотите видеть-то? И они говорят, вот знаете, у нас есть разные виды принятия решения, да? Вот есть скоринги, например. Например, мы наняли специальный риск отдел, который делают скоринговые карты, которые на основе кучи-кучи-кучи данных расставляют индексы, что-то вроде нейронных сетей, но более в человеческом виде. У нас есть просто банальные вещи, которые условия там. Мы не можем выдавать лицам без работы деньги и моложе определенного возраста и старше определенного возраста. Но очень большая вероятность, что они нам не вернут их. А мы все-таки хотим деньги получить назад. Есть блок-листы, да? Тоже, в принципе, но это уже полное совпадение. То есть вы проверяете, что вот эти данные, у вас есть какой-то нагруженной базы данных. И, в принципе, вот это все, а там уже от страны к стране оно разнеется, потому что у нас есть различные источники, из которых мы добываем данные. У нас есть какие-нибудь кредитные бюро, у нас есть там сервисы по снимкам браузера, еще что-нибудь, которые определяют уникальность браузера, например, чтобы выявлять мошенников. У нас есть еще какие-нибудь технологии для того, чтобы обработать еще кучу данных, запихнуть ее в нейронную сеть и получить тоже результат. И это все нужно скомпоновать, чтобы она работала. Да, вот это на самом деле я показываю код, это уже немного после рефакторинга, так, чтобы вы смотрели и у вас в голове накладывалась примерно суть проблемы. На самом деле, следующее, что мы сделали, ну ладно, не следующее, мы на самом деле сделали в конце, а надо было сделать сразу, и вот об этом очень сильно жалеем. Бизнес говорит, там все просто, там реально все просто, нечего делать, easy. Только в конце, после рефакторинга, ну на самом деле на старой системе мы не могли бы это сделать, на новой мы построили визуальное отображение дерева принятия решения для конкретной страны, чтобы сказать, ребята, посмотрите, что у вас вообще на продакшене, потому что там много отделов, тоже каждый решает за какую-то область, там одни, например, за фронт, вторые там за конверсию какую-нибудь, переплетается и прочее. И вот это то, что мы увидели. Это на самом деле одна четвертая, не поместилась, сорян. Каждый из этих блоков, да, вот там есть красненькие, короче, те, что цветные, это конечные листья, они говорят вам решение. То есть да, нет, на верификатор сразу нет и возможно. Вот, ну увеличим немножко. То, что ромбики, это условия. То есть вот те, которые я показывал, там, ну старше 18 лет, значит там нет, младше 18, о, наоборот, старше 18 лет, значит не, нет, то есть да, идем дальше, младше сразу нет. А кубики, это еще самое интересное, так как система, опять же, в продакшене, и она реалтаймовая, то продукт хочет еще и с ним поиграться, да. И есть АБТ-сты, которые, в принципе, говорят, что давайте проверим пару теорий, ну сразу. И потом, которая выиграет, мы ее включим. Вот, и кубики, там они есть, это эксперименты. Дополнительно немного хаос в нашем коде, который четко не скажет, как вы шли по системе. Алгоритма как такового нет, это рандомайзер решает. И это еще до нейронной сети. Вот, поэтому, что мы делаем? Мы сразу с бизнесом договоримся на метрики. Метрики, это не то, сколько у вас там будет багов, сколько у вас там будет, не знаю, времени занимать какая-нибудь фича, или как это будет сделано, да, конкретно. Метрики, это чисто бизнесовая вещь. Потому как по метрикам вы в конце договоритесь, что работа сделана. То есть, допустим, метрика будет, мы хотим управлять конверсией быстрее. Быстрее это говорится, что мы, допустим, если увидели проблему, мы должны ее исправить в течение часа, да. То есть, вы должны позволить нам это сделать, и система должна это делать. Метрика также является уменьшением стоимости запросов во внешние службы. Потому что они реально каждый стоит денег. Если мы каждому десятому только опруем, то мы 90% запросов делаем зазря, но платим за них деньги. Поэтому хотелось бы здесь и сэкономить. Это такой хороший, на самом деле, участок, на котором можно сэкономить. Метрики, помимо управления конверсией, еще хотелось бы управлять скоростью доставки. Потому что, окей, если конверсия, то мы нашли какую-нибудь проблему, мы ее исправили и доставили на продакшн. Но в этот же момент идет разработка новых фич. Это прямо вообще, вы исправляете баги, а там уже вторая команда дописывает другие фичи. И хорошо, если они друг с другом общаются, это вообще огонь. Поэтому раньше доставка была какая? Спринт, двухнедельный. То есть задача попала в спринт, потом она еще неделю тестируется, на следующую неделю она доставляется. Если срочно, делается хотфикс. В итоге получается шесть недель. И так как финтейш это очень гибкая вещь, то нужно было бы быстрее. То есть вы уже сделали, господи, доставьте сейчас. По тестированию все-таки сделайте, но потом доставьте. Не ждите шесть недель. То есть если вы сделали в первую неделю задачу, потому что никто не делает, конечно, задачу в конце самого спринта, все сразу. Поэтому если вы сделали ее в начале, протестируйте и доставьте. То есть хотелось бы реально по мере готовности. Следующая метрика – это ускорение тестирования. Она тоже, в принципе, влияет на доставку. Но здесь другой момент, что получается, так как большая вот эта карта, которую я вам рисовал, тестировщик включается в тестирование кредитной политики и пытается проверить полностью все это дерево принятия решений. И занимает это у него баснословное количество времени, потому как он не может гарантировать, что это работает правильно, пока не закончит полностью обходить его. И они говорят, типа, ну вот шесть часов для проверки кредитной политики одним тестировщиком как-то многовато. Давайте 10 минут. Все такие, ооо, 10 минут, ооо, не, не, ребята, давайте не будем так делать. Не, не, мы же постоянно, наоборот, какую-то нерабочую систему. Можно, можно, 10 минут, изи. Так, вернемся назад. Дальше что? Вот с метриками мы договорились. Дальше мы эти метрики мониторим. И когда эти метрики выполняются, мы оцениваем результат, договоримся с бизнесом, и это уходит впрод. Ну, логично. Самое интересное, что между началом рефакторинга и концом рефакторинга вторая команда пилит фичи. Не забываем об этом. Они не пилят фичи в старой системе. И ваша задача – это обгон их. Или хотя бы договориться, чтобы этих фич было меньше. Говорят, ребята, мы стараемся, мы не успеваем, давайте вы в следующем спринте эту сделаете задачу. Если она не срочно, да, с бизнесом можно договориться, через неделю доставят. Ну, окей. Но главное успеть. Да, главное успеть. Самое интересное, вот у нас был случай, мы там пилим задачу, уже сделали, вот-вот выходим впрод. И тут мы видим, что новая система начинает лажать. Никто не понимает, чего, думают, блин, наверное, какой-то баг. Оказалось, нет. Другая команда запилила фичу, которая усовершенствовала их кредитную политику, и наша действительно начала лажать. Только так мы заметили, что у них была новая задача. Это было забавно, да. Но это был один раз. Слава богу, это был один раз. Обычно договориваются. Итак, вот она, работа на стыке технологий и бизнеса. Опять же, это стартап, это не аутсорс, это продукт даже больше. У вас в скайпе весь этот бизнес, который рядом, ну, относительно рядом, но скайп делает нас всех ближе и ближе, да. И у них всех идей есть, конечно же, их много, это хорошо, и плохо, когда их нет. Некоторые идеи, они уже устаревают к концу спинта, ну, неактуально. Вот. И тут, конечно, хотелось бы, чтобы можно было корректировать вот этот процесс доставки, процесс выхода в продакшн и реализации фич. Вот. Плюс хотелось бы, конечно, ему устраивать себе тесты, потому как, ну, никто не знает, как поведет. Реально, был случай, когда мы думали, что вот, ну, не может такого быть, что по этой ветке пойдут люди. Ну, казалось бы, вообще нереально. Она выиграла там с большим-большим отрывом. Прям вообще. Никто не ожидал. Но люди повели себя иначе, поэтому нужно. Следующие пункты, это больше и нам, и разработчикам, и бизнесу нужно. Никто не может сказать, что у вас есть система, в которой нет бага. Баги есть. Баги будут всегда. Это нормально тоже. Это часть нашей жизни разработчика. Поэтому, блин, было бы здорово, если бы мы знали, что вот этот человек, которому мы отказали, или наоборот, почему-то дали деньги, почему мы дали ему деньги, он же вроде не очень хороший. Поэтому было бы здорово прогнать его и узнать, как он прошел это дерево решений. Причем, опять же, дерево решений могло поменяться. Нужно узнать на то время, на которое он проходил. Плюс к этому еще нужно добавлять новые версии. И когда вы добавляете версии, помните, я говорил, что нужно 6 часов сократить в 10 минут. На самом деле, не важно, что он пройдет по дереву решению полностью. Достаточно нагрузить систему теми людьми, которые у нас уже есть на проде, накормить ее, и посмотреть, насколько approval rate совпадает с тем, что мы собираемся доставлять. То есть, если он раньше был там 20%, а стал 22%, наверное, он выиграл, поэтому все там хорошо. Если он стал там 15%, то ищем проблему, по-любому где-то должен быть баг. Так. Плюс к этому еще отслеживаем метрики по переходам по деревьям. То есть, если они совпадают и отличаются только те участки, которые мы новое ввели, то тогда окей. Если есть глобальные отличия, то не окей, разбираемся дальше. В принципе, тестировщик нужен, но уже не так часто и не настолько больше времени. И последний пункт – делаем, как было. Да, такое было, потому как, смотрите, это вообще забавная ситуация. То есть, это вот система, которая работает, да, она работает там 5 лет, например, да, она уже состоялась как финансовая система. У нее есть свои причуды, у нее есть свои знания. Но мы находим баг в кредитной политике, исправляем ее, вот честно, вот просто исправляем, потому что по этой ветке никогда никто не хотел. И approval rate падает. То есть, блин, и бизнес говорит, господи, верните все, как было. Он говорит, ну там баг, верните, как было, быстрее, быстрее, потому что мы теряем деньги, реально. Давайте, давайте, говорит, ну как, то есть мне нужно самому написать этот баг, говорит, да. Окей, возвращаем, как было. Это что касается самой системы. То есть, система реально сложная, реально через нее проходит очень большое количество людских анкет. Вот. И время обработки, в принципе, мы на Мексике тратим примерно 10 секунд на то, чтобы решить, что отдаем, максимум 10 секунд, отдаем деньги или нет. 10 секунд, по-моему, очень неплохой вариант. Что касается с точки зрения кода, да, ну тут вообще все по классике. Писать хороший код на самом деле несложно. Достаточно руководствоваться не какими-то там принципами, которые описывают там, не знаю, гексагональную архитектуру, ДДД и еще прочее. Намного проще. Достаточно знать неплохо solid. Я не сомневаюсь, что все тут присутствующие знают этот принцип. Вот. Но было бы здорово, если бы еще все присутствующие здесь его использовали. Причем принцип… А поднимите руки, кто не знает. Ага, все знают. Супер. Принцип распространяется не только на код. Если мы говорим это про микросервисы, это также касается микросервисов. То есть мы идем по уровню выше, 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 и у нас он всегда одинаково работает. Пишем по правилам солида, у нас все окей. Dry. Не повторяем. Если видим, что действительно код у нас где-то дублируется, где-то косяк. Ну ладно, пусть дублируется дважды, трижды уже точно косяк. Делаем просто. Опять же, сложные вещи не работают. Никогда не работали и не работать не будут. Даже если не будут работать, вы будете тратить бесконечное количество ресурсов для того, чтобы их поддерживать. И последний, мой самый любимый принцип – это выкидываем то, что нам не нужно. Да, действительно, опять же, там куча булшита накопилась с годами в системе. Поэтому вы когда читаете, не надо повторять полностью ту систему при факторинге, которая у вас есть. Хотелось бы, чтобы вы приложили свои усилия для того, чтобы понять, нужно это сейчас или не нужно. Опять же, код будет проще. Вы выкинете какую-то часть системы. Ладно, пусть она используется на один процент. Но вы приходите к ребятам из бизнеса и говорите, слушайте, у вас есть система. Она используется на один процент, но она не приносит value. Вообще никакого. Или там приносит она очень маленькая. Она вам нужна? Говорит, давай-давай подумаем, сколько она нам стоит поддержки. Говорит, да, она стоит вам. Выкашивайте. Опять же, что делаем, чтобы писать хороший код? По моему мнению, хороший код. Между очевидным и нечевидным. Выбираем реально всегда очевидное. Дальше будет небольшой пример. Вы со мной наверняка не согласитесь. Ну, по крайней мере, не все. Но я попытаюсь вас переубедить. Классы не должны знать про Spring. Вот это тоже классная вещь, потому как в микросервисной архитектуре все базируется, как всегда, на Spring, Spring Boot. Поэтому давайте писать свою бизнес-логику так, чтобы она не знала про какие-то фреймворки. Ни Spring, ни хиберней, господи, ни все остальное. Если это будет так, неважно, переключили базу данных, даже не SQL, не SQL, на Mongo, например, ушли, без проблем это у вас работает. Потому что это ваша бизнес-логика, она в чистом виде, она работает так, как вы хотите. Неважно, какие вы фреймворки будете использовать, она будет работать всегда. Фреймворк вам и помогает как инструмент. Никогда не перемешивайте его с своим кодом. Вот обычный пример. Не знаю, плохо видно, хорошо. К чему мы на самом деле договорились. Spring у нас есть. Ну, в принципе, у нас его много, но мы стараемся писать логику так, чтобы Spring был только в конфигурациях. Ну, если это, конечно, не специфические вещи, там, работа с очередями, еще с какими-нибудь вещами инфраструктурными, да, там действительно Spring напрямую, потому как используются его в библиотеке. То есть не только Inject, а еще дополнительно какой-нибудь транспорт и прочее, да. Но, если вы что-то конфигурируете, то есть автоварит вообще в наших классах нету нигде, кроме конфигов. В принципе, даже в конфигах их нет, потому что это все через конструкторы передается. Передайте все зависимости через конструкторы. Спасет вам потом очень много сил и головной боли у вас не будет. Потому как, ну, блин, вот то, что очевидное и неочевидное. То есть, ну, да, приятно, конечно, поставить автоварит, и вы будете думать, что у вас туда что-то поместит, Spring, а вдруг не поместит. Вот вы не знаете об этом. Вы поставите на проб, там еще есть профайл, вы можете профайл законфигурировать, и вы не знаете, что туда попадет. Напишите это кодом. Если написали кодом, это уже точно будет работать, так, как вы это написали. Поэтому ставите бин только там, где интервьюируете бины, и конфигураешь в самом начале вашей конфигурации, и причем другие конфигурации, которые у вас есть, вы тоже передаете в конструктор этой конфигурации. Тогда вам не нужен даже никакой плагин от идеи, никакой плагин от Eclipse. Вы сразу с помощью использования кода знаете, где этот бин создается, и как она будет работать. То есть у вас нету там, не знаю, если вы работаете в идее каких-нибудь таких серых методов, они постоянно где-то используются. И код такой жесткий. В технические, если бы мы не использовали какие-то фишки Spring, мы могли бы заменить там, не знаю, коином, и это тоже заработало. Ну да, нам нужно было присесть на конфигами, но код у нас заработал бы на коине, например, или там на кодеине. Следующее. Если честно, у программистов очень много свободы, потому как, ну, хорошо, если у вас классная команда, вы там ревьюете друг друга, но, по крайней мере, у вас должны быть одни убеждения. Намного лучше, если бы программисты были в каких-то рамках. Тут, опять же, ничего такого сверхъестественного. Это обычная вытяжка из книги CleanCode. Поставьте себе в рамки. Первое, что пишите реально короткие методы, вам тогда не нужны комментарии. Комментарии – это признак плохого кода. Не верите, ну, да, не согласитесь, но реально плохо. Если вы описываете словами, почему и как это должно работать, значит, это не очевидно в коде. Значит, этот код лучше переписать так, чтобы он был более очевиден. Поэтому пишите короткий метод, называйте метод, что он делает, и это ваши есть комментарии, название метода. Замечательно. Небольшое количество параметров в методах и конструкторах. Знаете, как этот? Один – хорошо, два – нормально, три. Ну, в принципе, нормально, четыре – что-то не так. Почему что-то не так? Потому что либо вы в этом методе делаете чего-то очень много, либо ваш класс зависит на чего-то очень много. И, в принципе, это тогда не один класс, а два, не один метод, а два, или там три, или четыре, или пять. Окей, если там создание какого-нибудь пользователя, то, ну, действительно, передайте вы не по параметрам все его значения, а соберите в кастомный класс и запихните. Тоже сэкономит вам время. И последнее. Да, ну, это тоже не такие прям вот… «Делай так и все», да, это просто рекомендация. Классно, когда класс помещается на экране. Это реально банальная вещь, но когда… Я видел классы по 10 тысяч срок, и я думаю, что это вообще не предел. Я не знаю, сколько памяти у разработчиков, которые писали эти классы, но у меня не помещается это в голове. Я не понимаю, как это работает. Я дохожу до третьей вложности, и все, у меня пропадает первое. Ну, еще такая минимальная вещь, то есть вы, когда начинаете рефакторировать, ну, вы же делаете все с нуля, как правило, да, напишите пару инфраструктурных модулей, в которых выложите общение с базами данных, с каким-нибудь транспортом, ну, и метрики, обязательно метрики, как же без них. Почему? Ими тогда проще управлять. Банальный пример. Например, у нас очень долго начинала тупить база данных, да, определенное время, и приходишь к обмену, говоришь, ну, покажите мне slow query, я хотя бы проверю, где у нас индексов не хватает или еще чего-нибудь. Это там скидывают за день, ты проверяешь эту кучу и все прочее, да. Вот, если у вас есть такой модуль, вы добавляете листинер там на ваш LRM, который просто считает между началом выполнения запроса и концом, и прям вот отправляет это в консоль. И когда разработчик смотрит в консоль напротив, он видит этот slow query, это ему прям неприятно, что у него slow query есть, он его исправит, это нормально, он его, по крайней мере, увидит и исправит. Это хорошо. То же самое с Monge, и то же самое еще с другой какой-нибудь базы данных. Это реально работает, и получается, что у вас в одном месте инвестициализация базы данных, вы не делаете это в каждом модуле, и вы можете это управлять потом для 50 модулей и не обходить все их и править. Опять же, если вы правите, вы должны это тестировать. А получается, вы исправили это в одном модуле, работает для всех. Шикарно. Это тоже из жизни на самом деле, из такой брутальной жизни, когда доставляетесь на прот, не трогайте старую базу данных, ребята, не надо. Самое забавное, что ваша старая база данных – это тот мост, который вообще, если вы сожжете, то вы поставили новую систему, все, дальше никак. Либо она работает, либо нет. Если нет, то сорян, бизнес развалился, потому что у вас система лежит. Если старую базу данных оставите, вы выключите новую систему, поставите старую, и она будет работать так же, как и прежде. Ну, с некими оговорками, но хотя бы она будет что-то делать. И все будут довольны. И вы будете довольны, потому что у вас меньше стресса, и бизнес будет довольен, потому что он зарабатывает деньги. Все реально довольны. То, что я, в принципе, говорил, никогда не строите вашу архитектуру на библиотеках. На фреймворках даже. Библиотеках – окей. То есть есть различия между фреймворком, когда вы полностью говорите, что вот я использую Spring, я там буду использовать Spring Data, я буду использовать это, и весь мой код на этом базируется. Лучше строить их на библиотеках. Библиотеки вам помогают. То есть я хочу сходить в базу данных, вот у меня коннекторчик к базе данных, там эта библиотека, она мне просто транспорт обеспечивает. Вся остальная логика у меня на нативной Java или Kotlin, смотря на чем пишите. Опять же, логика приложения не должна быть привязана к базе данных. Ну, тут на самом деле тоже оговорка, потому как мы когда пришли, у нас был Monolith, и самое интересное, что мы никак по-другому не научились с ним общаться, как через базу данных. То есть мы ложим туда, а он там читает. Но если у вас есть ваши сервисы, то давайте лучше выносить какой-то более человеческий такой транспортный уровень, типа там, ну, REST-A, по крайней мере, или там GraphQL, для того, чтобы с ним общаться. Не делать через базу данных, потому что можете получить, как мы, в принципе, и получили, кучу проблем с транзакциями. Потому как он там со своей стороны пишет, а мы ему еще меняем. И в итоге получается тупняк, что мы и записать не можем, и он не может отпустить. И опять же, система стоит. Так, тоже, бизнес-правила отдельно, данное отдельно. Тут больше применимо, на самом деле, к нашей системе принятия решений. Смотрите, то есть вот у вас есть дерево решений, да, то есть приходит к вам человек, вы пытаетесь о нем узнать данные, а потом по этим данным решить, давать ему деньги, нет. На самом деле здесь четко нужно разделить две фазы. Как мы получаем данные и что мы с этими данными делаем. Поэтому не надо смешивать саму логику принятия решений с получением данных. То есть в старой системе это было, и в итоге получало, что мы могли сходить куда-то дважды. Хорошо, когда мы сразу дали данные на вход в систему, она переварила и сказала ответ. А самое прикольное дальше будет, что следующим этапом для нас было это внедрение DSL, то есть в самом идеальном случае мы отдадим это бизнесу, и он пишет на DSL. Он не знает, что за вызовом конкретного филда, который у нас есть, стоит лейзи-загрузка в кредитное бюро с настроенным трехуровневым кэшированием и прочим. То есть он просто вызывает и получает свой результат. Он доволен, и мы довольны. Опять же, он не вмешивается в загрузку данных, потому что он может что-то сломать, а мы не вмешиваемся в принятие решений. Получается у каждого своя ответственность, и мы не пересекаемся. И еще один замечательный пункт. У нас много, опять же, внешних ресурсов, из которых мы берем данные, и мы их постоянно пытаемся сохранить в базу данных, как они приходят. Поэтому самое правильное, что мы на самом деле сделали, это автоматизировали работу разработчиков. То есть не надо создавать там саму вручную эти таблицы, скрипты писать. Не надо создавать там уровни кэширования для этого определенного бюрошки. Давайте их сгенерим на кодогенерации. Вообще огонь. И поэтому мы ушли на самом таком уровне не написания кода, а написания метамоделей. То есть мы описываем, какие данные мы получаем. То есть раньше мы описывали классы, а сейчас мы описываем, как выглядят эти данные. И в итоге, ну вот, например, здесь есть ссылка на скоринги, там в дейду ходим, и бонусы еще получаем. Когда у нас есть это описание, мы по этому описанию уже можем сами сгенерить базу данных в реал-тайме. Как только что-то новое появится, система скажет, о, прикольно, в схеме появились новые данные, давайте мы сгенерим. И потом эти данные сразу же появятся в ретро-пересчете, и потом эти данные сразу же закешируются. Короче, полный фарш. И разработчики еще в этом не участвуют. Потому как у нас вначале было монолит, потом у нас было там 3 или 4 модуля, которые делали, что вот обрабатывали данные, потом объединяли данные, и потом их сохраняли еще дополнительно. Когда мы перешли от классов к метамодели, то получилось, что у нас один модуль, и он, в принципе, все делает сам автоматически. И задачи разработчиков стали весить в спринте меньше. Следующий пункт, тоже очень важный, на самом деле, приходит каждый, наверное, разработчик к этому. Наследование хорошо. Я не говорю, что это плохо. Наследование крутое. Это прям принцип ОВП, куда же нам против них переть. Но если мы хорошо знаем Solid, то Solid на самом деле, он говорит все этих 5 пунктов об одном. Декомпозируйте. Декомпозируйте свои задачи, свой код. И когда вы декомпозируете, вы можете делегировать этот код. И таким образом, когда вы разобьете что-то на сотню мелких кусочков, вы эти кусочки можете использовать в любом порядке. И таким образом, у вас был один метод, допустим, ну ладно, не один метод, один класс, который делал сохранение в базу данных, вычетку куда-то, кэширование и прочее. Вы разделили это все на блоки, и можете их применять все вместе, в разных последовательностях. Можете вообще не применять. И получить большее количество написанного кода, который, в принципе, уже оттестирован. А так как, кстати, они мелкие, то их и тестировать намного проще, потому что они реально делают только одно что-то. И, опять же, переиспользовать проще. Ну вот банальный пример. Есть у нас Experiment Service. Самое забавное, что я, когда писал Experiment Service, там был один метод. Это RollExperiment. Прошел год, там появилось, я не буду сколько их считать, много, но если вы увидите, вот сразу отслеживается ситуация, когда вам нужно переписать этот сервис. Методы даже называются как? То есть RollExperiment, RollUpdateExperiment, ReRollExperiment, ReRollBarOverExperiment и так далее. То есть у вас в названии методов уже считается, что там 3, 2, 3 функции, может быть, даже 4. А еще чего не написано, внутри посмотреть в самом коде можно. Поэтому идем дальше. Выкидываем все ненужные методы, оставляем Roll и Find. В принципе, потом подумали, говорим, ну зачем нам Find, оставляем Roll. А, вообще, что такое Roll? Это вот как раз такие бета-тестирования. Сервис должен говорить вам, по какой стратегии идти. То есть вы ему нагружаете параметры, он говорит вам А или Б. Ну, может быть, там С, Д и прочее. Но всегда говорит одно. С одними он детерминирован, получается, что параметры одинаковые, ответ одинаковый. То есть по одному, допустим, клиенту бросается только один раз эксперимент. Если это по клиенту. Поэтому выкидываем ненужные методы, оставляем Roll. И параметры тоже запихиваем. Все как прочее. И пишем, на самом деле, ну, 4-5 классов, да. Это Experiment Cached Handler, Experiment Roll Handler, который, собственно, сам и бросает вот этот вот рандомайзер. Experiment Find Handler, который, не знаю, смотрит в базе данных, какая была предыдущая вариация по этому эксперименту. Ну, и Experiment Persist Handler, чтобы, ну, если бросили, давайте сохраним. Вот. Ну, пример простой, на самом деле. Это пример кэшт хендлера. Для чего привел? Для того, чтобы показать, на самом деле, как мы это делаем. Мы в конструктор передаем интерфейс, который делегируем, который, не знаю, не важно, что он делает. Главное, что он возвращает нам какой-то ролл. Вообще не важно. То есть мы у нас интерфейс. Чисто отвязались. Наша единственная задача, это если параметры приходят одинаковые, то из памяти с помощью, не знаю, Google, Guava или еще чего-нибудь вытащить, если есть такая вариация, предыдущее значение, если нет, то бросить. Ну, собственно, на псевдокоде такое вот описание. О, прикольник 2. А, в первом этот optional было. Мы, на самом деле, перешли на React, поэтому сделали мона. Ну, интересный пример. Да. И тут получается какая вещь. То есть вот мы и написали 5 сетях методов. Я не говорю, что это нужно везде делать, там архитектура MVC вообще не отменяется. Она, ну, не знаю, классическая и используется повсеместно. Нужно использовать только там, где вы хотите получить максимальную гибкость. Опять же, я возглавляю Core Commando, и нам нужна эта максимальная гибкость, потому что за нами 10 проектов, которые будут это использовать. В какой комбинации они это будут использовать, вообще неизвестно. Но поэтому мы смотрим будущее и разбиваем на мелкие вещи для того, чтобы не дописывать потом код, а переконфигурировать его. Поэтому в первом описании, как и было, вот этого забавного интерфейса, там, RollExperiment, RollUpdateExperiment, да, ну, составляем матрешку, в котором есть ExperimentCashHandler, в него подаем ExperimentCompositeHandler, в Composite передаем два, это ExperimentFind, если он есть, и второй эксперимент Persist, а в Persist как раз-таки Roll. Да, получаем вот такой забавный код, но на самом деле вот этот выглядит ужасно сперва. Это потом легко превращается в Builder, либо в DSL, потому как, если читали статьи по Kotlin или Groovey DSL, то это как раз-таки вот и есть такой Builder, в который вы что-то вкладываете, просто описываете это более человеческим языком. Поэтому, если пишете на CoreJive, это выглядит вот так почти всегда, но потом преобразуется в более считаемую вещь с помощью DSL. Ну и получается три вариации с пятью написанными классами. Вторая вариация просто всегда ищет эксперимент, если он есть, возвращает. И третья вариация их бросать всегда, если нет. Вернее, даже бросать и сохранять. То есть даже не смотреть, была она или не была. Вот с помощью этого на самом деле мы смогли сойтись, потому что мы сначала сделали факторинг одной стороны, а потом бизнес-клова круто работает, давайте на вторую. И мы на вторую, оп, а это уже не работает, потому что, ну, как-то странно отличаются. А когда начали декомпозировать задачи, действительно начала сходиться картина. Мы практически не писали тогда код, который был одинаковый, а его заменяли вот этими маленькими частями. Итак, доставка. Нажа с видюшкой. Пришли мы, короче, к концу. Надо же заставить. И тут варианты, какие развития. То есть мы сейчас выключаем старую систему, включаем новую, как я рассказывал. А гарантии того, что она работает, как старая, где? То есть кто дает эти гарантии? Я. Ну, стрёмно, реально стрёмно. Ребятам, которые вообще в этом не участвовали, еще более стрёмно. Поэтому. Какие есть возможности, да? Мы оставляем старую систему и ставим новую систему. Вместе. Старая система работает, и ее результат учитывается остальными. То есть она говорит выдать, не выдать, и там кредит стоит, учитывает это решение. Новая принимает на вход данные, но ничего не делает, никому ничего не говорит. Просто складирует ее в себя в конце. Мы написали, на самом деле, еще третью систему, которая в конце берет и сравнивает ответы первой и второй в реал-тайме. И получается, что, опять же, тестировщик не нужен, потому что мы прямо в реальном времени видим, где есть отличия. Если это есть отличие, мы прямо на прот доставляем исправление. То есть, окей, там посмотрели, посмотрели, не сходятся такие-то правила. Исправили, поставили, смотрим дальше. И это тоже неэффективно, потому что нужно ждать людей, которые тут придут. Поэтому мы взяли те же данные, которые разнились, опять отправили на вход. А так как у нас уже есть замечательное кэширование в три слоя, то получается, что мы даже не потратили денег, перескорили этих ребят. Окей, сошлись результаты, да, нормально. Так мы сидели, на самом деле, на каждой стороне по-разному, но где-то около двух недель, месяц. Когда в конце две системы сходятся на 95-96%, бизнес говорит, согласен. Мы включаем новую систему, старую не выключаем. Но теперь решение принимает новая система. Вот она отправляет другим свои знания. Старую держим, старую держим на подхвате. Зачем? Косяки все равно случаются. Косяки случаются, как правило, уже, если проверили полную систему, на стыке нашей новой и всех остальных. Поэтому, опять же, нужна возможность сделать шаг назад. Старую систему, опять же, включаем на продакшн, новую отключаем, ищем проблемы, исправляем, доставляем. И так поэтапно. То есть, примерно, опять же, двое недели, месяц на вот эти игры, а потом еще две недели на то, чтобы включить, выключить, включить, выключить, и полностью мониторить то, что происходит у вас в логах, в метриках и прочего, вместе с бизнесом. Они смотрят, вы смотрите, все счастливы. Вот, мониторинг. На самом деле, самое прикольное, что мы получили, когда его доставили, мы начали падать по памяти. Как так? Собрались классные ребята, написали замечательную систему, реактивная система, все замечательно, быстро работает, идеально. Ну, падает по памяти, утечка памяти где-то. Перепробовали профайлеров кучу, там, дампы снимали, а докер просто ее там ночью убивает, переподнимает, и вообще непонятно, что там происходило. Надо мониторинг. Сразу говорю, ребята, настроить мониторинг. Настроили мониторинг, взяли, в конце концов, микрометр, добавили кучу-кучу-кучу продюсеров для микрометра, поставили, получили замечательную картинку. А самое прикольное, что когда мы другими профайлерами смотрели, у нас там в хиппи вообще идеально, там пилы, красиво, но все равно падает. Оказалось, что так как мы используем реал-тайм-систему и сделали так, что бизнес, когда правит DSL, он просто пушил их в Git, а мы, правда, читали из Git этот DSL и прям заливали без рестарта его, то получилась интересная ситуация. Мы используем Груи, и он, в принципе, очень динамичный язык, поэтому он создавал новый класс и забивал метаспейс. Честно говоря, я вот при своем опыте никогда не подумал, что метаспейс может так быть забит. И поэтому там прямо видно была такая картина вверх, что идет, 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 нажирается именно метаспейс, в итоге докера убивает по памяти и пишет типа out of memory, что-то типа того, и непонятно, что вообще происходило. К сожалению, не увеличил картинку, там вот видно, что метаспейс дрожит. Мы потратили где-то около две недели для того, чтобы действительно привести Груи в нормальное состояние. Сразу скажу, если вы используете Груи как DSL, вы получите интересный такой опыт, долю стресса неслабую, потому как нужно убрать всю эту динамику. То есть там есть специальные аннотации кстати компайл и прочее, и нужно еще управлять неслабо класслоудером для того, чтобы вот эта пила получилась. Но это только если вы используете его динамически. То есть если вы сразу загрузили это все и без рестарта у вас ничего другого не может быть, то так и будет. В принципе нормально. Дальше. Самое интересное. Как всегда, самое интересное. Если у вас система работает, по памяти не падает, в логах все замечательно, пустота, это не значит, что она работает правильно. Это просто вы чего-то не видите. Дополнительный из метрик вы можете получить используя данные о общении вашей системы с другими системами. То есть так как мы используем фейн и ретрофит для общения с другими системами, то у микрометра есть замечательные листеры, чтобы снимать по HTTP заходы. То есть он может мерить, сколько заняло это время, какие ответы были получены. И там еще, если говорить о ретрофите, он на спайке показывает. Типа если нагрузка пошла, он там очень неплохо так отображает. Вот. И когда мы построили вот замечательный график, сразу видно, где что происходит. На самом деле это за пять дней. Дни похожие. Ну даже неважно какой день недели, реально похожие. Видим, что система работает, все замечательно. Тут можно даже построить поиск аномалий на этом графике и получать автоматическое знание о том, что у нас все замечательно. Но с точки зрения производительной системы можно посмотреть, что у нас два сервиса выбиваются в топ. То есть у нас чуть ли не в пять раз один сервис чаще используется, второй чуть ли не в два раза, чем остальные. Ну, это на самом деле не проблема, но если будут какие-то перформанс вещи. То есть у нас на самом деле эти сервисы отвечают за 30 миллисекунд, поэтому мы нечем дополнить это. Почему? Ну, я знаю почему, но ничего пока не исправляем. Но вам с точки зрения помощи этот график реально поможет, если вы используете какие-нибудь дорогостоящие вызовы. Например, если они отвечают, будут секунды, и у вас их много, вы сразу получите проблему. Это реально данные из прода. Видим, спайки есть всегда. Самое прикольное, что, помните, я вам говорил, что время ответа на решение у нас примерно около 10 секунд. Быстрее сделать просто нельзя. То есть, блин, мы бы сделали. Проблема во внешних системах. Опять же, мы не можем их параллельно вызывать, потому что потратим много денег, и они очень медленно отвечают. Вот на графике видно, видно, что, ну, Барри, он, например, лажает иногда, отвечает около минуты, Инстантра постоянно у нас лажает. Это классно, 16 секунд реально классно, обычно около минуты отвечает. Ну и в конце наши замечательные сервисы, которые по 5 миллисекунд, 15 миллисекунд отвечают. Все счастливы. Ну, этот полный набор нужно. Графану сделали. Давайте кибану еще подключим, чтобы логи отображать. Тоже спасает многим жизни. И к этому еще всему навернем чат обс. Ни для кого не секрет, что никто не будет сходить постоянно в кибану, смотреть, там новое что появилось или нет. Давайте доставим прям сообщение об ошибке каждому пользователю индивидуально. Поэтому мы настроили еще дополнительно чат обс. Мы взяли, блин, руки-чат. Да, мы взяли руки-чат, потому что можно было его допиливать. И добавили туда вывод из графана, и добавили туда вывод эксепшенов, которые происходят на проде. Опять же, когда у вас система 2 даже стоит, вы должны реально быстро реагировать, потому что пропустите момент. И случается что-то на проде, получили сразу ошибку, нашли ошибку, доставились в моменте. Все, по возможности. Итого, что в итоге получили? Система написана. Скрипты, те, которые новые пишутся, их уже можно проверять. Тестировщики, в принципе, нужны, но не на столько времени, потому как можно проверять на существующих данных и прямо в продакшене. Причем самое забавное так сделано. Я говорил, что мы дали продуктам доступ в гид. У них свой репозиторий, конечно. Они пушат это в pull-request. Прямо научили pull-request им пользоваться. Сказка. Делают pull-request. На pull-request срабатывает джоба. Автоматически прогоняет на реальных данных. В конце говорит метрики, что отличается. И они говорят, окей, мержем мастер. Мержем мастер попадает на прод. Не сразу, через определенное время, но попадает. Опять же, тестировали только что кода, который изменился, потому что мы его декомпозировали на небольшие участки. И если новая задача добавляется, то протестировали новую задачу, старые оставляются как есть. Мы реально даже не правили эти файлы. Можно восстановить конкретный расчет для конкретного клиента, для поиска проблем, когда они есть. Они всегда есть. Это реально работающая система. Они всегда будут. Поэтому здорово, когда у вас есть понятие, что там произошло, а не выгадаете, как и что там было. DSL для бизнеса. Тут такое, на самом деле, потому как ребята бизнес все-таки не программисты, поэтому они напишут, даже на DSL замечательный код. Тут скорее вместе, но по крайней мере они понимают, как этот DSL работает и могут подтвердить, да, ты сделал правильно. Потому что раньше они скидывали вообще Excel-карты, и из этих Excel-картов перегоняло все в JAO. Там некоторые избирали в JAO, а некоторые нет. А с DSL мы проще. Наша замечательная доставка по готовности, потому что если нет дополнительных интеграций, все доставляется по pull-requestам. Естественно, писали систему с нуля, но грех не было взять новый стек. Кстати, тут сразу скажу, что берете новый стек, это же дополнительная комплекция для вас, не все его знают, да, и будете косячить. Мы взяли реактивность, мы взяли Kotlin, там еще куча много всего, но мы не брали это сразу. То есть пишите на JAVI, тесты пишите на Kotlin, тренируйтесь на тестах. В итоге, опять же, pull-request команда пройдет, подскажет, где что не так, вы натренировались на тестах, давайте Kotlin писать классы. Здорово, и в итоге все довольны, опять же. Да, и самое забавное, что задач стало не меньше. То есть, вот систему переписали, это парадокс. Чем быстрее работает система, тем больше у вас будет задач на ее изменения, и чем стабильнее она будет работать, потому что раньше, опять же, выходило 6 недель на доставку, и ребята выбирали ту задачу, которую они хотят пропихнуть. И там решение принималось на уровне разбора BM. А сейчас, получается, они пихают все, что угодно, для того, чтобы можно было бы АБ-тестом проверить, и потом решить, да, нет. И, в принципе, это тоже замечательно, потому что ребята могут проверять свои теории. Вот. В принципе, у меня все, можете задавать вопросы. Спасибо, Юра. У нас есть время для одного ровного вопроса. Я разогнался, да? Да. Нет вопросов? Да ладно. У меня есть вопрос про комментарии. Ты сказал, что комментарии не нужно писать. Нет, ты смотри, то есть, я не говорю, что их не нужно писать. Я говорю, что если вы их пишете, надо задавать вопросом, зачем вы их пишете. То есть, это не говорит, что давайте мы запустим там специальный анализатор, который будет проверять, есть ли у нас комментарии в коде, и падать. То есть, надо писать? Надо писать там, где реально жесть. Я понял. Хорошо. И вопросик? Я здесь. Здравствуйте. Добрый. Спринг меня зацепила. Я знал. Я знал. И конструкторы. Что может случиться со мной через 10 лет, что мой сегодняшний микросервис, я захочу оттуда выбросить в Спринг? А вы не обязательно захотите оттуда Спринг выбросить. Смотрите, то есть мы пока писали одну часть системы, переключились на другую, а у нас базовые компоненты, мы захотели заиспользовать пятый Спринг, потому что там были реально вещи, которые нам нужны. Опять же, та же реактивность, та же легкость и прочее. Мы не смогли это сделать сразу. Они отличаются. И если у вас Спринг бы стоял рядышком, вы бы смогли переписать только часть. А так получается, что у нас даже сейчас в системе есть некоторые модули, которые мы в принципе не трогаем, потому что они у нас работают, и очень давно не модифицировались. Там нужно приложить усилия. Так просто он не взлетит. Поэтому выйдет там, не знаю, Спринг 6, тоже хотелось бы спрыгнуть легче. Поэтому вот разделили вашу логику от фреймворка. Вы можете прыгнуть легче, быстрее. А так придется мало того, чтобы присесть, так еще нужно будет протестировать полностью все. Спасибо, Юра. У нас для докладчиков новые подарочки, которые помогут в отпуске и в походе в магазин. Поэтому спасибо. Приходи еще.